Сто лет назад, когда авиация только становилась на крыло, летчики были героями, получающими славу и уважение за риск. Сегодня полеты стали гораздо более безопасными, чем поездка в автомобиле или, скажем, переход улицы. Но по сей день каждая катастрофа пассажирского самолета становится крупным инфоповодом. Их эмоционально обсуждают неделями, к посольствам приносят цветы, президенты отправляют соболезнования в связи с трагедией. Внимание к катастрофам огромное, и компании, создающие самолеты, меньше всего хотят оказаться в центре такого внимания. Вопрос безопасности у производителей стоит на первом месте. Тем не менее, есть более безопасные самолеты и менее безопасные. Связано это как с банальным везением, так и с конструктивными дефектами. Макдоналд Дуглас МД-11 МД-11 – широкофюзеляжный лайнер для полетов средней и большой дальности. Создан на основе своего менее удачного предшественника DC-10. Производство закончилось в 2001 году по причине невысокой топливной и экономической эффективности. Однако катастрофа самолетов данного типа приходится на 3 миллиона 670 тысяч летных часов. На 2019 год было потеряно 10 таких самолетов, в основном в грузовой модификации. Макдоналд Дуглас DC-10 DC-10 – самолет, который был создан с дефектами. Но с годами значительно повысил свою безопасность. В итоге одна катастрофа DC-10 приходится на 2 миллиона 910 тысяч летных часов. В настоящее время используются только грузовые и военные модификации. В общей сложности разбилось 33 DC-10 всех модификаций. В этих катастрофах погибло 1432 человека. Макдоналд Дуглас МД-80 Ближнемагистральный МД-80 был создан в конце 70-х годов. Его производство прекратилось в 1999 году. Однако авиалайнеры по-прежнему эксплуатируются американскими авиакомпаниями. На одну авиакатастрофу МД-80 приходится 2 миллиона 330 тысяч летных часов. Было потеряно 39 самолетов. Количество погибших в крушениях МД-80 – 1446 человек. Боинг 727 Среднемагистральный лайнер выпускался с 1963 по 1984 год. В свое время был одним из самых популярных самолетов. Все крупные авиакомпании уже давно списали Боинг 727, но его до сих пор можно встретить в Африке. Одна авиакатастрофа приходится на 2 миллиона 310 тысяч летных часов Боинг 727. Всего было потеряно 119 таких самолетов. В авиакатастрофах погибло 4211 человек. Ту-134 Ту-134 стал самым массовым самолетом советской гражданской авиации. Эксплуатация самолета началась в конце 80-х и продолжается по сегодняшний день. Последний самолет был выпущен в 1989 году. На 1 миллион 90 тысяч летных часов приходится одна авиакатастрофа. На начало 2012 года было потеряно 78 Ту-134. В катастрофах погибли 1494 человека. Макдоналд Дуглас DC-9 Ближнемагистральный DC-9 производился с середины 60-х до начала 80-х. Это один из самых любимых самолетов мелких американских авиакомпаний. У самолета очень большой ресурс планера, но не самая высокая надежность. Одна авиакатастрофа приходится на 1 миллион 70 тысяч летных часов. DC-9 до сих пор находится в эксплуатации, в том числе в США и Мексике. В общей сложности был потерян 101 такой самолет. Аэробус А310 Самый маленький широкофюзеляжный самолет в мире производился с 1983 по 1998 годы. В настоящий момент самолет уже выводится из эксплуатации. Одна авиакатастрофа у А310 приходится на 1 миллион 70 тысяч летных часов. Всего было потеряно 11 таких самолетов. Погибло 830 человек. Ту-154 Среднемагистральный советский самолет длительное время эксплуатировался в СССР и многих странах постсоветского пространства. На ноябрь 2018 года в коммерческой эксплуатации оставался один Ту-154 в авиакомпании «Алроса» и два в КНДР. Ту-154 до сих пор активно используется в военных целях. На 1 миллион 40 тысяч летных часов Ту-154 приходится одна авиакатастрофа. В результате катастроф был потерян 71 самолет. Погибло 3078 человек. Последняя катастрофа произошла 25 декабря 2016 года, когда военный Ту-154 рухнул в Черное море сразу после взлета. Ил-76 Ил-76 это в первую очередь транспортный самолет, но эксплуатируется многими авиакомпаниями. Иногда возит и пассажиров. Одна из самых крупных авиакатастроф с Ил-76 произошла в 2003 году в Иране. Тогда погибло сразу 275 человек. Одна авиакатастрофа приходится на 550 тысяч летных часов. Всего в катастрофах был потерян 81 Ил-76. Погибло 1133 человека. Боинг 737 Оригинал Самый массовый пассажирский самолет являлся и самым аварийным, особенно первое поколение Оригинал. Всего уже произведено более 10,5 тысяч Боинг 737 всех типов. Еще более 4,5 тысяч самолетов заказано. В небе в любой момент находятся более тысячи лайнеров этой модели. В общей сложности всех типов Боинг 737 было потеряно 211 штук. В катастрофах погибло 5386 человек. Боинг 737 Оригинал первого поколения стал самым ненадежным самолетом в истории авиации. Одна катастрофа приходится на 510 тысяч летных часов. При этом Оригинал до сих пор используется в бедных странах. В ЕС самолет был запрещен с формулировкой «недостаточно безопасное воздушное судно». Всего разбилось 122 Боинг 737 Оригинал. Можно отметить, что уже давно идут разговоры на тему полной автоматизации процессов управления, как в авиации, так и в других видах транспорта, чтобы окончательно исключить человека. Однако, несмотря на весь прогресс в автоматике, в кабинах пассажирских самолетов до сих пор находятся два пилота – основной и запасной, которые страхуют умную электронику. И хотя многие катастрофы происходят именно из-за человеческого фактора, роботы пока еще не в состоянии окончательно заменить живых летчиков. А пока это произойдет, вы можете подписаться на наш канал Кроп ТОП и смотреть познавательные видео со всего мира. Всем любви и добра, пока!